сегодня я получаю вот этот материал перед сервисом что в общем-то не важно вот теперь будучи как говорится перпер право флангов так вот фотография 1 у меня прислали а это двух или трехлетний абрикос саженец уже видно что это вид хана это еще свеженько смотрим ниже смотрим и что мы видим вот эта ветка мертва вот эта ветка мертва вот это полужива вот и тогда мне человек спросил что делать я сказал вот так вот отступайте вот вот видите вот так вот так остальное все обрезайте чертой матери рад не делайте оставляйте сучки неважно ветка живая или мертвая вот вот эти сучки пусть остаются вот но есть надежда что вот это возродится вот это где-то еще ниже почки проявится может это все умрет но остатки будем спасать все равно почему я вижу вот эту ветку живая вот которая на нас смотрит изогнутая то есть и жизнь теплица вот что теперь мне присылают следующую фотографию и так я на 90 процентов я в жуках не разбираюсь у меня их нет и никогда не было ни одного я их никогда не видел кроме на рисунках и так скорее всего жук дроватосис вот когда она их увидела жуков сфотографировала видите нарисовала чтобы видно было что это жук вот уже на этой стадии я понял дерево практически мертвого оставалось найти причину а у нее еще несколько абрикосов растет это сочи а это первый начинает умирать самый страшный абрикос моего сына если она так сказала и остальное тоже она боится уже за их судьбу а это я вам сказал обречено вот но учеба есть учеба давайте так я видел несколько мой брат юрий владимирович выбрать двоюродный но роднее родного значит он мне надо присылать ссылки с тех крупнейших каналов и вот я смотрю а там то есть это ой у меня жуки что вы думаете как от них пытается вот дерево умирается но гнило есть жуки или нет не имеет никакого значения я я уже потом когда она меня немножечко так прижала к стенке ну хорошо медным купоросом два процента опрыскивайте но это чисто символически я у себя я в дешевле не стал ну я в такой ситуации все пишут опрыскивать а я говорю нет и не надо но это дерево больно смотрим дальше я попросил мне нужны верхушки верхушки жуткое зрелище а причины то нет ведь это не причина я вначале еще мысли какие были ну например самое главное было замерзло замерзло подмёрзло и сгнила корневая шейка и мы начали двигаться вниз потом узнаю в Сочи вариант подмёрзло исчезла отмодает так и я попросил внимание вы же знаете железо никогда я это любое все что там наверху творится жук древоточец и сухие ветки видели мертвые я всегда говорю становитесь на коленях я нашей даме сказал становитесь на колени раскапывайте когда она раскопала что я увидел и уже когда я увидел вот эту глину это еще один момент очень важный абрикосы для глины не предназначены так вот вот она настоящая глина потом я вспомнил Сочи на глине стоит если десяток человек не сговаривает говорит что а получилось как вот может быть с этой же дамы у меня памяти нет я прошу простить вот назову дочкой вот почему памяти нет и имена на фамилии вот это уже с вами был разговор когда я сказал к вам придут саженцы или мои косточки вы делаете как никаких яб не надо в этой самой глине завозите хорошую землю рассыпаете грядами смотря сколько у вас денег терпения или холмами так ну вот выше я показывал как я делаю а в этих холм с хорошей землей будут все корни находиться а потом они полезут вниз глину и они постепенно глину это работает знаете глина через десять лет копните по дереву нету глины там прекрасная гранулированная земля то есть мы должны начать обхитрить их в начале холм ну побольше бы не высокой по высоте а пологи чтобы как можно больше земли там корни распространяться часть полезет вниз вот по определенной может опять хорошей земля быть вот этот момент и вдруг мне говорят все потом звонки пошли ко мне насоветовал нашу голову этим самым как их назвать сочинцев они говорят у нас вообще нет хорошей земли мы нигде купить даже купить за деньги не можем вот это было да а потом вспоминаем там ученые братья то чем угощали медведева чем угощали путина северо-кавказские в этот академии университет не помню вот кстати туда мои материалы отправили меня видимо спутали красавиатской красавиатским было дело ахреновать специалистам пришла книга пришли диски да пошел все это ты прислали закупать а они ну и все с концом даже никто из администрации придет и не потребовала хоть какое-то заключение вот белорусы да четко мне ответили молодец умница книга гениальная только нам не пригодилась в этом для дачника а мы промышленники мы без обрезки не можем но честно честно и вот получилось следующее северо-кавказский этот университет или там этот путина угощали яблоками виноградом я сам видел столы а где абрикосы надо их обмануть давайте обманывать а у нее еще остальные там без этого абрикосы но если это она если начало с холмов и вдруг она мне говорит я на холмы посадил и я заставляю человека выкопать ямку ручками вот она быстро все делала то раз дима крас я все не показываю вот даже хотел деле фильм сделать потом думаю но обещал на вебинаре и вот получилось следующее да основание самбо сгнило но она еще версии придумал не придумал а как бы не гадал а как бы предлагал а может быть мы сейчас ели а давайте выкопаем ну остановились на компромиссии корни то живые видите как они не пострадали а это основание штаба гнилое вот тогда что ну и все выше это уже выше тоже гнилое иначе этих жук запомните не делайте из жуков этих дороготочек не делайте из них врагов вредителей так же как гриб манилия безобиднейший когда-то все будет переиграно ну когда наши то придут а нашелся бы доброход какой-то или как который уже не знает куда деньги девать давайте сдадим 100 тысяч книг чтобы каждая попала библиотеку часть из них я выслал бы бесплатно в каждый институт вот специально посадил чека назначил ему зарплату выслал книгу собрал посылку 100 рублей 100 книг это самое у тебя уже десять тысяч тысяча книг все кто бы мне дал эти миллионы я бы сдал в эту книгу миллион тиражей часть бы по продажу а часть бы на это спокойно в институты университеты всем этим самым всем ученым всем академикам у всех есть сайты везде можно найти адреса вот всю страну напоить накормить этими книгами вот чтобы вот этого жука не считали врагов опрыскивание опрыскивание все по барабану дерево гнилое он не есть здоровые деревья поэтому я вижу это только на картинках вот этот момент так ну и наконец что еще скажу сильнейший обрезка я вот так показал вот и последний шанс выкапывать нет погодем еще месяц погодем а вдруг где-то а может быть ниже ветка а все-таки листики то были вот видишь вот это я скажу а значит может быть надо это просто уже что потом сказать мы сделали все что могли а больной все равно вот примерно так просто сдаваться не хочется господи боже мой приснится такое я всегда в ужасе когда это вижу да когда же научитесь то работает а ведь и собираться то не просто посадить саженцы больной несчастного коллегу без листьев видно что коллег где вы их берете такие вас получается вообще нормального саженцев не бывает сейчас на рынке все такие это тоже вы видите в чем хитрость вроде бы человек это посадил да посадил он ну не может без бордюра у него там битого в голову уже сколько это и что-то так преподает я же показывал им они никогда они хотя бы как бы студентами давайте альтернативу давайте с холмом давайте вы у вас будет производиться практика давайте вы посадите часто холм часть в эту особенно абрикосы и груши к выпускному будет уже все ясно а потом вы научите других что груши боятся в это увлажнение воду как огня образно вот абрикос боится в воду как огня в случае не поливать все вот так на ровном месте абрикос сгнивает на холме сгнил вот это вот сгнило на холме да снега нет перевлажненность страшная да видно же как выкопано ну что я посоветовал прекратить полив не только этот но и остальные покупные абрикосы больше не поливать все может еще это поможет а а а а а а а